Так получилось, что мы мало задумываемся о свежем воздухе. Для нас он просто есть и все. Мы просто им дышим и не задумываемся о том, какого он качества. Когда с ним что-то не так, мы обращаем внимание только если начинает чем-то пахнуть. Например, кто-то из соседей закурил на соседнем балконе или что-то повеяло из вентиляции. В этот момент мы понимаем, что с воздухом что-то не так. Но чистить его надо и в обычных условиях, и не только если вы живете рядом с трассой. Даже если вы просто живете в квартире один где-нибудь в чистом месте, все равно самым главным источником загрязнения являетесь вы сами. Вы вдыхаете кислород и выдыхаете углекислый газ. А нехватка кислорода в помещении это проблемы с утомляемостью, головной болью и с общим состоянием здоровья. Конечно, помещение можно проветривать, но проветривание это шум, это лишняя грязь, это лишняя пыль и это лишние проблемы. Зимой это еще и сквозняки, которые могут просто вас продуть и вы заболеете. Поэтому надо пользоваться умными средствами, например, приточными системами вентиляции или, проще говоря, приточками. Одна из них сейчас перед нами, о ней мы сейчас и поговорим. Устройство, о которых сегодня пойдет речь, это приточная система вентиляции BALU. В основной линейке One Air выпускаются три модели. Первая обеспечивает 80 кубометров свежего воздуха в час. Этого достаточно для помещения, в котором постоянно находятся два человека. Она может подогревать этот воздух и управляется кнопками на корпусе. То есть это базовая версия такого устройства. Более продвинутая версия обеспечивает 130 кубометров свежего воздуха в помещении в час, чего достаточно для четырех человек в помещении. Это устройство также имеет функцию подогрева, а управление идет с пульта. А самая продвинутая версия вот эта, ASP200. Это 200 кубометров в час свежего воздуха, и это 6 человек в помещении постоянно. Это устройство может не только подогревать воздух, но еще и принудительно включать рециркуляцию, автоматически включать рециркуляцию, управляется со смартфона, имеет ультрафиолетовую очистку. В общем, это полный фарш, и здесь есть все функции, которые должны быть у приточного очистителя. Именно о нем, как о самом интересном устройстве, мы и поговорим. Если вы думаете, что это устройство устанавливать очень сложно, то ничего подобного. Его не обязательно закладывать на стадии ремонта, его можно установить уже при чистовой отделке. Достаточно сделать просто отверстие в стене, вывести через него трубу наружу и повесить этот прибор, который будет закачивать воздух с улицы и выдавать его в помещение. Вся установка занимает буквально пару часов, и в этом нет ничего сложного. Попадая в помещение, воздух проходит через четыре основные физические системы фильтрации. Первый фильтр это вот такой. Это просто крупная сетка, которая защищает от попадания внутрь тополиного пуха, насекомых и тому подобного крупного мусора, крупных предметов, которые не нужны в помещении. Дальше идут фильтры разной степени очистки. Первая очистка более грубая, она удаляет более крупные частицы. Потом идет HEPA-фильтр, который удаляет все оставшиеся мелкие, самые мелкие частицы. И в конце идет угольный фильтр, который борется с запахами. Но еще в этом устройстве есть система ультрафиолетовой обработки воздуха, которая работает как при рециркуляции, так и при заборе воздуха с улицы. Она убивает вирусы, бактерии и делает воздух еще более чистым. И эффективность этой системы уже не раз доказана в промышленных масштабах. Например, общественный транспорт часто чистится именно ультрафиолетом. А уж какой там уровень загрязнений, говорить об этом бессмысленно. Он очень сильный, и ультрафиолет с этим без проблем справляется. Здесь он тоже будет справляться. Если вам кажется, что этих пяти ступеней недостаточно для очистки воздуха, то в конце стоит еще и генератор холодной плазмы, который за счет положительных и отрицательных ионов окончательно очищает воздух и делает его практически полностью, практически на 100% чистым. Чтобы заменить фильтры, достаточно снять верхнюю крышку. Снимается она очень просто вот так. Мы ее просто отсоединяем и получаем доступ ко всем фильтрам. Мы можем их вытащить и поменять самостоятельно в домашних условиях. Вызывать для этого мастера и специалиста не нужно. Делать это надо по мере загрязнения. Какого-то особого регламента нет, и достаточно это делать примерно раз в полгода-год. Фильтры стоят недорого и большой проблемой это не будет. Устройство может просто работать, а вам надо время от времени менять эти фильтры. Вначале я уже говорил о том, что главным источником загрязнения в помещении являемся мы. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ, повышаем его концентрацию и тем самым портим себе здоровье, состояние, бодрость и так далее. То есть, если мы спим и у нас закрыты окна, особенно это пластиковые окна, через которые нет никаких вообще сквозняков и никакого притока свежего воздуха, то очень быстро воздух кончается, с утра мы просыпаемся, у нас болит голова, мы разбиты, мы не выспались, хотя спали положенные 8-9 часов. Если установить в это устройство датчик углекислого газа, то он будет автоматически включать и выключать режим рециркуляции воздуха. Если в помещении концентрация углекислого газа становится очень высокой, заслонка открывается, воздух закачивается снаружи и помещение проветривается. При этом проветривается оно без сквозняков. И вам не надо постоянно бегать к окну, открывать и закрывать его. Если вы хотите, чтобы воздух еще и подогревался, можно установить сюда дополнительный обогреватель. Он стоит тоже недорого и будет нагревать воздух, который попадает в помещение. И датчик углекислого газа и система отопления устанавливаются самостоятельно. Их можно установить уже после того, как вы купили этот прибор. Совсем не обязательно покупать его сразу в дорогой комплектации. Можно купить, подумать, надо вам это или нет, и после этого доукомплектовать его. Это делается очень быстро и своими силами. Для вывода информации о работе устройства на передней панели находится цветной экран, на который выводится вся информация. Включена и выключена рециркуляция, качество воздуха, режим работы и прочая информация. Но также ее можно получать и через мобильное приложение. Но пока скажу про пульт. В комплекте с этим устройством идет вот такой маленький компактный пульт, на котором есть все основные функции. По сути, он нужен для того, чтобы просто включить, изменить скорость вентиляции, скорость обдува и больше ни для чего. Потому что он просто базовый. То есть это базовая функция. Удобнее всего пользоваться мобильным приложением. Оно выпускается как для iOS, так и для Android и позволяет делать буквально все. Через него можно настраивать сценарий, можно задавать режимы работы, можно задавать расписание, когда устройство будет работать. Например, вы уезжаете на выходные и не хотите, чтобы оно расходовало энергию и загрязняло свои фильтры, потому что в помещении чистый воздух в это время вам не нужен. Вы просто делаете так, чтобы на все выходные оно отключалось, а за пару часов до вашего приезда включалось и очищало воздух. Также можно сделать, чтобы оно днем не работало. В общем, вы настраиваете все так, как вам удобно, чтобы выбрать баланс между расходом энергии, расходом фильтров и вашим комфортом. В приложении есть несколько основных разделов. Верхний показывает основные параметры воздуха, которые есть у вас в помещении, и параметры работы прибора. Чуть ниже находятся настройки скорости и температуры работы устройства. Допустим, мы можем изменить скорость, поставить ее с шестерки на четверку. Он будет работать тише, он будет работать менее интенсивно. И если вы в помещении находитесь один или, допустим, сейчас ночь, вот этот режим будет наиболее оптимальным. Вы сможете задать температуру, поставить ее повыше. Устройство получит команду и начнет работать в другом режиме. Также можно включить ночной режим. В ночном режиме можно задавать несколько скоростей, от первой до третьей. То есть вы сами выбираете, что для вас ночной режим, потому что все три, они являются нормой для сна человека и для ночного режима по ГОСТу. Вы выбираете, который вам нужен и устанавливаете. Есть автоматический режим, есть режим турбо, если вы хотите очень быстро очистить воздух и вам нужно загнать большое количество кислорода в помещении. Даже слышно, как сильно она сейчас начала шуметь. Также в приложении можно включить или выключить рециркуляцию, но это недоступно в автоматическом режиме, потому что система сама решает, как это сделать, если у вас установлен датчик углекислого газа. И есть дополнительные настройки, в числе которых можно как раз-таки задать скорость ночного режима, установить звуки, будет воспроизводиться или не будут, посмотреть, насколько хватит расходников и, что самое главное, через приложение можно обновлять это устройство. Оно подключено к Wi-Fi и за счет этого можно скачивать прошивку непосредственно на устройство. И это очень важная функция, потому что у вас всегда будет последнее новое актуальное ПО. Еще интереснее то, что этим устройством можно управлять голосом и получать информацию, задавая вопросы голосом. Вот это Яндекс.Станция с голосовым ассистентом Алиса. И она может помогать в управлении. Например, я могу спросить. Алиса, что с приточкой? Кондиционер приточка включен. Целевая температура 16 градусов Цельсия. Скорость вентиляции низкая. Скорость работы авто. Температура 26 градусов Цельсия. Алиса, включи приточку завтра в 12 часов дня. Хорошо, запомнила. Сделаю завтра в 12 часов 0 минут. То есть такое управление возможно. И можно и получать информацию, и управлять этой приточкой. Просто голосом. Мы часто не задумываемся над тем, что воздух, вода и еда – это топливо для нашего организма. То есть это то, из чего мы, по сути, и состоим. И если насчет еды мы как-то задумываемся, мы смотрим на ее срок годности, воду мы тоже определяем по вкусу, то насчет воздуха нам кажется, что мы им просто дышим и все. И если, например, мы же находимся где-нибудь в лесу, то у нас нет никаких проблем, у нас кислород, и все хорошо. Но человек изначально эволюционно вырос так, что он должен был находиться на открытом пространстве, и ему нужен кислород. Закрывая себя в офисах, квартирах, в помещениях, мы закрываем доступ к кислороду и постоянно выдыхаем углекислый газ. Покупая такие устройства, вы можете установить их у себя, поставить, включить, и чтобы они постоянно насыщали ваше помещение, ваш дом кислородом. Особенно это актуально, если у вас маленькие дети. Они будут постоянно дышать чистым воздухом, ведь в раннем возрасте это так важно. От вас потребуется просто установить его, один раз задать режим работы, можно даже автоматически, чтобы он сам подстраивался. И после этого вы будете только менять фильтры. Не очень часто, примерно раз в полгода, в год. Может быть, даже реже. На этом у меня на сегодня все. Подписывайтесь на канал, смотрите наши новые видео. Там внизу будут ссылки на эти устройства, на наши телеграм-чаты, в которых вы сможете задавать вопросы и общаться со своими единомышленниками. И до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.